Очередная война со сливами была проиграна. В этот раз слили абсолютно всё, что связано с Фонтейном. Бадам-бадам-бадам. Опа! Большой всем тюлени привет, с вами на связи Аркадий и Толкенвейд. Напоминаю то, что сегодня вечером на Твиче мы будем смотреть третий сезон Клинок Рассекающий Демонов. Если ты хочешь посмотреть это аниме с хорошей компанией, то обязательно залетай. В 8 часов по московскому времени буду ждать тебя. Я более чем уверен, что все мы с вами ожидаем выход Фонтейна в этом августе. Обновление 4.0, годовщина трёхлетней игры, очень большое количество халявы, а также новый регион. О чём же можно мечтать? А в принципе вот о чём. Абсолютно весь контент по Фонтейну, а также сам лаунчер с установленной дев-версией патча 4.0 утёк в сеть благодаря сливерам. И теперь по сети интернета бродят все концепт-арты по грядущим персонажам, концепт-арты старых персонажей, а также новые локации и что же нас будет ожидать Фонтейне. И теперь мы с вами можем ожидать разнообразные стримы, такие же, которые были за несколько месяцев до релиза Фонтейна, на котором разнообразные ютуберы, а также твич-бои будут показывать нам Фонтейн за несколько месяцев до его официального релиза. Самое, что интересно, то что аноним, который слил весь этот контент, сделал записку обращения в своём архиве там, где находились все сливы. И в этой записке было два обращения. Одно обращение к самим инсайдерам-сливщикам, а другое обращение к Хоеверсам. Инсайдеров он хейтил за то, что они стали слишком ЧСВшными и уже давным-давно не являются сливерами. Они гонятся за популярностью, за культом личности и ничего особо из себя больше не представляют. И поэтому он решил слить абсолютно всё, что есть у них, и чтобы им больше нечем было заняться. А разработчикам он в очередной раз напомнил то, что она всё-таки является небольшой инди-компторой, которая не может потратить дополнительные средства на защиту своей информации. Ведь все матермарки, которые они пытаются прикрепить на свой клиент, обходятся двумя шагами. Но самое, что интересно, то что сегодня также вышел и официальный ответ разработчиков по поводу того, что же они планируют сделать в обновлении 4.0. И из самого интересного, это то, что разработчики собираются добавить эндгейм-контент, но который будет состоять из предыдущих ивентов, которые мы проходили ранее за все прошлые обновления. Ну что, как вам, к примеру, Тауэр-механику, с которой можно будет проходить вечно, небольшой рогалик, а также другие компиляции прошлых ивентов, которые можно будет играть на постоянку. Ещё больше ленивого контента от наших разработчиков. Что мы имеем по итогу? Огромный отток игроков из Genshin Impact. Многие игроки уже начинают забивать на игру. И связано это с отсутствием интересного контента, с летним периодом, а также с наличием других более интересных проектов. Хочется надеяться то, что всё-таки наши разработчики возьмутся за голову и сделают что-то интересное, но... Наво приданится, но верится с трудом. Мы всё ещё продолжаем играть в наш любимый Genshin Impact, но делаем это, скорее всего, по привычке, потому что уйти в какую-то другую игру мы сейчас не можем. Ждём в каких-то других интересных играх, таких как, к примеру, Weavering Waves, либо же Seven Deadly Sins, хоть какого-то адекватного конкурента для Genshin Impact. В любой из них, я более чем уверен, мы с удовольствием поиграем. Но пока что радуемся тому, что разработчики всё ещё не научились следить за своими сливчиками. А что ты считаешь по поводу данной ситуации? На чьей ты стороне? На стороне разработчиков или на стороне сливеров? Или тебе вообще плевать на данную ситуацию и ты просто так играешь в игру? Напиши об этом в свой комментарий, мне будет интересно про это почитать. А на сегодня это всё. Большое спасибо тебе за просмотр и до встречи в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok